Мы во весь этот период можем очень духовно вырасти. Каблистическая астрология говорит о том, что солнечное затмение – это затмение нашего эго. На Солнце, вот, рука, да, вот у нас Луна. Луна может тут быть, Луна может тут. Ой, как. Летроградный Марс – это как вот пытаться бежать в воде. Близнецы тебя торопят, а Марс еще и говорит вообще неправильно. То есть неважно, что ты примешь, сейчас вообще будет неправильно. Да, приходит понимание, потому что Марс же не просто так нас тормозит сейчас. Он говорит, подожди, подожди, есть же причины, почему тебе туда сейчас не надо. То есть иногда нам нужно быть принятыми, даже когда мы несем лютую ерунду. А мы иногда несем. А мы иногда несем лютую ерунду. Я очень хорошо помню астропрогноз на этот год, который был в прошлом году. И тезис, который мне прям как так прозвенел для меня в голове, что к концу этого года никто не придет прежним. Отдельное внимание тогда уделялось именно концовке года. Октябрю-ноябрю. Октябрю-ноябрю, да. Как бы ты определила главную суть этого периода? Я бы в одном слове сказала, что это качество умения вести переговоры. Это связано в основном и с Марсом, которым мы обещали рассказать. Но если мы в общем посмотрим на всю картину на небе и извлечем из этого одно, то все сложности, которые будут происходить до конца 2022 года, они в результате будут уходить в одну четкую тему. Как мы ведем переговоры с другими людьми. Насколько мы умеем слушать один другого, насколько мы умеем уважительно и спокойно проявлять свое мнение. Иногда в ситуациях можно просто поделиться мнением спокойно один с другим, и не будет решения, и это тоже нормально. И те астрономические события, которые у нас впереди, включая ретро-Марс, если я правильно знаю, еще коридор затмений нам предстоит, еще, наверное, что-то, о чем ты сегодня расскажешь, они именно к этому нас будут подталкивать. Да. Вспомнил один ролик, пока стояли с тобой записывали, вспомнил один ролик, который записывали с Исхаком Синване, ролик был про конфликты. И там, значит, такой эпизод был, как то, что Исхак говорит, вот сейчас ты меня видишь вот таким, а сейчас я покажу, как я тебе, ну вот как я вижу сейчас эту же самую обстановку, и достает телефон и начинает снимать. Я покажу, как я вижу мир. А я вижу мир вот таким, вот. Вот комната, стуль, стулья, ну вот, ты здесь стоишь, камера, саундмен, вот, 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 видишь, совсем по-другому. Он говорит о том, что, что когда конфликты у людей, это невозможность допустить, что существует вообще другая точка зрения. У нас же есть на этот счет соображение, что если я приму твою точку зрения, то я должен отказаться от своей. Да. Вот. А это не так. Да. Ну, во-первых, я буду рекомендовать посмотреть этот ролик, потому что он действительно очень сильный, действительно очень мудрый, и действительно там есть очень классные мысли, которые... И это сказал человек, который весы. Помнишь, что мы говорили про весов? Самое сложное для них, это вот уравновесить себя. Совершенные весы – это люди, которые видят картину со всех сторон и готовы принять любую точку зрения. Как мне показалось, что ты сейчас вот говорила именно об этом аспекте. Да. То есть, что именно к этому у нас будут сейчас планеты, сейчас будут, ну, как бы, различные астрономические события приводить. Да? Да. То есть, получается, что если, как в Кабале говорится, то есть, например, если для тебя какой-либо урок не нужен, то он с тобой не случится. То есть, неважно, что будет происходить в мире, с тобой ничего плохого не будет происходить, потому что в тебе этого нет. Смотри, есть такая штука, которая о том, что всё, что происходит в мире, оно результат чего-то предыдущего. Да? Например, посмотри на развитие технологии, да, или там развитие образования. То есть, всё, что есть, оно не само по собой возникло, оно не хаотично. Изменения на уровне сознания по всему миру начинаются с нас. То есть, я, я, не хама, человек личный, который реагирует на определённые ситуации в моей жизни. Какие я могу реагировать на ситуации в моей жизни? Я мама трёх подростков. Уже есть на что реагировать. Поверь. Да? И вот когда я реагирую, я задаю волну, которая идёт дальше. То есть, я отреагировала, я рассудилась, я распсиховалась, потому что мой ребёнок постоянно со мной спорит. Я в этот момент забыла, что есть такая штука про активную формулу, я думала, что нужно остановиться, пересмотреть ситуацию. Я запустила волну. Какой-то негативной энергии, какого-то сознания, она пошла дальше. И красота в том, что мы либо запускаем волны негативные, либо мы запускаем позитивные волны. Интересно, мы ведём этот разговор, но мне кажется, это очень-очень важно, потому что то, что сейчас проживает мир, оно именно об этом. Если мы не научимся не реагировать на то, что происходит, мы не сможем помочь ни себе, ни другим, ни миру. Ну, если ты сам не будешь спокоен, как ты успокоишь всех вокруг? Нет. Ну да. Ну это как то, что известная история про то, что ты можешь сколько угодно осуждать богатых, но если у тебя у самого нет денег, как ты поможешь этому миру? Да. Можно считать, что период, который сейчас начинается, идёт или начнётся, то есть вот где-то здесь, можно его считать ключевым для развития человечества? Конечно. Как и любой другой период или этот прям вот особенно? Ну вот именно это окно. Планеты, когда они, помнишь, мы говорили в ретроградном движении, они толкают нас пересмотреть разные ситуации, которые касаются тем этой планеты. Меркурия, это было просто понятно, это всё было про коммуникацию, это всё про отношения и общение с другими. А вот Марс, который заходит в ретроградное движение 28 октября, это будет немножечко про другое. Потом Венера, которая отвечает за наши ценности, за наши желания и влияет также на финансы, говорит нам о том, что мы не можем продолжать чрезмерно опираться на материальные вещи в нашей жизни, на материальные ценности, думая только о том, как бы мне заработать деньги для того, чтобы обезопасить себя и семью. То есть нужно немножечко начинать думать шире. Есть люди уже в мире, которые уже думают так, недостаточно. Разница между этими двумя группами будет очень сильная. Потому что те, кто понял, они начнут понимать, что напряжённые ситуации и то, что происходит, это возможность роста. Они будут иметь в кармане какие-то практики, какие-то духовные веры, которые будут помогать им не позволить чрезмерно реагировать на происходящее именно эмоционально. А те, кто ещё не пришли к этому выводу, к сожалению, могут чрезмерно вовлекаться во всё, что происходит и принимать неверные решения. То есть, чтобы понять, чтобы соизмерить с себя индикатор такой, понял ты или не понял, это держишься ли ты своего я и своего пути, своих ценностей, своих духовных наработок, своего духовного стержня, или ты слишком вовлечён в новостную повестку, ты слишком вовлечён в эмоциональный фон, а ты слишком... Тебя может выбить из дня любой человек, с которым ты в метро едешь, например. Да. Вот. Что сейчас я могу сделать, чтобы, ну, не... чтобы меня не разорвало в этом моменте, что меня, ну, как бы, ну, чтобы я хотя бы хоть как-то по краешку, на троечку хотя бы, ладно, не на пятёрку, но хотя бы на троечку. На троечку замечательно. Две вещи. Первое, важно знать, что происходит. Не на уровне новостей, а на уровне энергии. Период, в котором мы сейчас проживаем, это период, который не время начинать что-то новое. Начни готовиться. Начни готовиться, начни собирать информацию, начни эту информацию проверять. Сейчас не время для того, чтобы начинать что-то грандиозное. Вот это вот про Марс мы сейчас поговорим, да, и поймём, почему. Второе, духовные практики. Любые практики имеются в виду. Любые практики. Любые практики. Ну, как минимум, у нас столько много медитаций на канале, я приглашаю всех. Будем продолжать творить и записывать. Хорошие, хорошие. Я периодически к ним возвращаюсь, кстати сказать. Всегда можно под этим видео написать, какие ещё медитации интересны. Запишем. Запишем, период, в котором мы проживаем сейчас, он интенсивный, но он ведёт к тому, что даже, можно сказать, у людей не останется, выбора не меняться. Что интересно сейчас происходит? На нас будет влиять Марс и его скорость. Чем быстрее скорость, тем лучше у нас всё это удаётся. И вот Марс начал замедляться уже в начало нового каббалистического цикла для человечества. Он начал себе потихоньку замедлять свою скорость. Потом он... То есть он начинает сейчас потихонечку разворачиваться. Да. Потом, значит, он заходит в такой период, который до ретроградного движения и после. Называется период статики. Я могу прямо даты сказать. По-моему, это три дня до 28-го, да, и три дня после 23-го января, когда он выходит. Вот эти три дня обычно любой астролог скажет, это вообще не время на каких-то конкретных действиях. То есть продолжаем делать то, что мы делаем. Лучше там выше головы не прыгать. Не в этот период. Да, потому что планета, когда она в статике, то есть она стоит, она вообще никуда не двигается. То есть на месте. Вот это вот три дня до начала ретроградного движения и три дня после вообще никак не идет. То есть вообще ничего не делай получается? Нет, опять, продолжаем делать то, что мы делаем, но не пытайтесь прыгнуть выше головы и начать что-то конкретно делать. И ретроградный Марс так же, как в Меркурии, призывает нас не спешить, потому что пытаясь поспешить, ретроградный Марс это как вот пытаться бежать в воде. Ты когда-то пытался в воде? Да, я понимаю, что ты говоришь. То есть как бы ты пытаешься двигаться вперед, а тебя тянут назад, тебя сковывают, тебя не дают двигаться. И Вселенная сейчас говорит, подожди, не спеши, подожди, остановись, пересмотри. Пересмотри все эти ситуации с тем решением, которое ты уже принял. Тебе сейчас приходит новая информация, ты думаешь, что эта новая информация должна привести к тому, что это улучшит качество того, что ты делаешь, а не факт. Проверь еще раз, упустил ли ты какие-то детали, упустил ли ты какую-то информацию. То есть ретроградный Марс это о пересмотре стратегии из своего поведения, из своих действий. Да, из своих действий в особенности. Мне очень понравилась метафора, которая сказала бег в воде. И знаешь, какая сюда мне пришла мысль, что когда в воде двигаешься спокойно, то ты на самом деле быстрее придешь и мягче придешь, чем если ты начинаешь в ней, ну типа слишком сильно с ней бороться и как бы пытаться бежать. Да. И что еще интересно, близнецы, потому что Марс все-таки в знаке близнецов, близнецы это тоже такой знак, который, вот как я сказала, он любит браться за то, что рядом, за то, что в его окружении. Но при этом у него есть очень хорошие рациональные подходы понимания ситуации. Но когда Марс в близнецах в ретроградном движении, мы не понимаем последовательность действий. Поэтому Марс в близнецах, он тоже про вот эту вот двойственность, это тоже про конфликтность. И это про вот именно сейчас мы подходим к пониманиям переговоров. Потому что Марс в близнецах, он влияет на нас таким образом, что переговоры становятся сложными, сложно договориться. Потому что мы пришли сегодня с тобой, мы поговорили, мы вроде бы проговорили ситуацию, мы вроде бы поняли один другого, да, мы настроили какое-то там хорошее взаимодействие, общение, обменялись там ценностями, мы настроились на разговор, а завтра мы понимаем, что что-то было недосказано, что-то было не решено. Ну, то есть вот вроде договорились, процесс застрял, не идет, не хватает чего-то. Направить мою энергию на то, чтобы договориться о каких-то действиях, о каком-то продвижении какого-то проекта, я не могу, потому что близнецы меня начинают ускаривать. То есть это вот как бы в этом знаке, это, понимаешь, это головная боль получается у Марса в близнецах. То есть вообще непонятно, что происходит. То есть поэтому ты говоришь о важности духовных практик, потому что когда ты... Да, принимаются очень быстрые, поспешные решения вот на этом фоне, которые приводят к нежелаемым результатам, к ненужным результатам. То есть тебе духовные практики, я сейчас постараюсь все это соединить, в этом смысле ты сейчас как будто мне начинает открываться, то есть духовные практики тебе дадут спокойствие в переговорах? Да. То есть близнецы тебя торопят, а Марс еще и говорит вообще неправильно, то есть неважно, что ты примешь, сейчас вообще будет неправильно. Да, но это все равно связано с коммуникацией, потому что близнецы связаны с планетой Меркурий, это все равно коммуникация к нам подключается, хотим мы или не хотим. Хорошо, давай немножко в этом смысле приземлим здесь эту историю. Какую ключевую стратегию сейчас мы можем предложить нашим зрителям, которые стоит придерживаться на этот период до середины января, если я правильно помню. Мы хотим поговорить про затмение? Я бы хотел поговорить про затмение, да. Потому что оно тоже влияет. А, то есть перед тем, как мне задать тебе этот вопрос, еще нужно сюда затмение, коридор затмения. Давай. Затмение, почему коридор? Потому что они всегда парные. Обычно начинается с солнечного затмения, а потом происходит какое-то время и происходит лунное затмение. 25 октября произойдет солнечное затмение. И это будет новолуние нового месяца Скорпиона. Солнечное затмение, то есть луна затмила солнце. Она иногда вот так. Сейчас ты в какой-нибудь из камер точно себя затмила. Вот так. Луна может быть вот на солнце, вот рука, вот у нас луна. Луна может тут быть, луна может тут, когда она ровно напротив солнца происходит солнечное затмение. То есть мы наблюдаем с планеты Земля, что луна затмила солнце. За тобой прекрасная картинка. А, вон оно, кстати. Каблистическая астрология говорит о том, что солнечное затмение это затмение нашего эго. Что вот я такой, вот я такой великий, может быть, такой успешный, да, где-то. Иногда люди не сознают, говорят, нет, я же такой скромный человек, это тоже может быть эго, быть чрезмерно скромным. И вот процесс солнечного затмения это процесс, который помогает нам начинать вот пересматривать свое я. То есть солнечное затмение тебя в этом смысле немножко как бы, ну, остудит. То есть немножко остудит. Да, остужает. То есть примерно, ты сказал, 25-26, да? 25 октября. К 25 октября у нас будет нарастать некое напряжение. Напряжение. Обычно, да, обычно вообще в затмениях, как говорят астрологи, три недели до, три недели после. Да? Но я думаю, что мы больше все равно будем чувствовать за неделю вот это вот напряжение начнет возрастать. Так. Пик, момент солнечного затмения, и потом оно начинает потихонечку влиять на нас. Мы начинаем останавливаться, мы начинаем пересматривать, мы начинаем думать, подожди, а почему у меня здесь застряло, не идет, не могу договориться, с этим человеком, да, не могу двинуться, не получается как-то вот прийти к решению, получается направить свою энергию. Человек начинает задумываться, почему не двигается, почему есть задержки везде. Так. Такое чувство, что как бы я хочу что-то сделать, а вот меня вот сковали по рукам и по ногам, мне не дается. Но параллельно к этому приходит понимание. Приходит понимание, потому что маржа не просто так нас тормозит сейчас, он говорит, подожди, подожди, есть же причины, почему тебе туда сейчас не надо, сейчас не время для этого, сейчас не время направлять свою энергию в реализацию какой-то задачи, подожди чуть-чуть, занимайся другим, которое хорошо получается, и максимум планируй к концу января что-то другое. А, ты набираешь очень много напряжения, ты набираешь очень много энергии к солнечному затмению, и там еще прибавляется ретро-марс, тебя это очень сильно удерживает, и ты как бы и рад бы взорваться, но не можешь, и поэтому тебя это как бы оттягивает, тебя это останавливает, тебя это охлаждает, и ты вынужден пересматривать свои подходы, ты вынужден пересматривать, оборачиваться назад, думать, как это произошло, что мне нужно делать. Это имеется в виду? Да, да. То есть ты вот это напряжение, с которым ты подойдешь к солнечному затмению, это твоя энергия для изменения твоей стратегии жизни. Либо тебя это просто разрывает на части, либо ты, стоп, секунду, почему это со мной произошло, почему я вообще связан, то есть типа в какую дверь мне нужно зайти? Да, это когда Вселенная говорит тебе, ты хотел заработать деньги, ты хотел все равно из этой ситуации извлечь в какую-то собственную выгоду, не работает больше, не получится. Не получится больше этой выгоды. То есть она взорвется, она не удастся, она не принесет результаты. И чем сильнее, чем напористей ты в эту историю бежал, тем скорее тебя остановят. Да. Потрясающе. Да. Поэтому слушай, поэтому в таких ситуациях у кого-то могут быть финансовые потери. Не дай бог, опять, смотря кто и как. Я не говорю, пусть меня зрители поймут правильно, а тут не про то, что сейчас будет какой-то финансовый крах. Нет. Нет. Но... Просто с теми, у кого большое напряжение, это скорее всего произойдет. Да. Опять же твой муж, Ицхак Синвани, дважды уже сегодня упомянутый в другом ролике про ролики про потери, говорит потрясающую штуку. Тебя обязательно лишит того, на чем ты очень сильно сфокусирован. То, что тебе нужно... То есть потери у тебя происходят только лишь для того, чтобы ты не был слишком сильно с этим связан. Да. И дальше мы говорим про коридор же затмения, да, потому что затмения всегда идут парами. Сейчас я скажу... 8 ноября. Получается, три недели после. Ну, полнолуние получается. Да. Вот. Ну, полнолуние, как я сказала. Да. Ну, как я сказала, солнечное затмение на рождение новой луны. Да. А лунное затмение на полнолуние. Вот. И там... И вот это затмение будут происходить в знаке Тельца. А мы знаем, что знак Теле, знак, который не любят, когда его куда-то толкают, приводят к каким-то изменениям, нарушают какое-то повседневное спокойствие. Но именно лунное затмение, оно в результате приведет к тому, нужно будет делать какие-то изменения. Нам в результате нужно от чего-то привычного отказаться, тем более что-то в Тельце. Лунное затмение будет призывать нас отказаться от каких-то привычек. То есть это... Это хорошее время для того, чтобы, ну, не знаю, там, курить бросить, например. Да. А я бы избавилась от привычки искать виноватых. Я бы избавилась от привычки ожидать, что какие-то проблемы в жизни мои должны решать кто-то другой. Прийти к подруге и выплеснуть все, что у меня сейчас происходит, не задумываясь о том, что я сейчас перегрузила мою бедную подругу всеми своими эмоциями. Меня как бы отпустило, мне хорошо, а подругу я нагрузила. Да? И потом в конце разговора говорю, ну, слушай, вот я как бы все сказала, высказалась, что там у тебя происходит, а подруга, а у меня все замечательно, потому что уже нет энергии про себя рассказывать. Мы во весь этот период можем очень духовно вырасти, духовно с точки зрения понимания то, что происходит, как Вселенная сейчас помогает нам всем проснуться. Да, мы учимся слушать друг друга, прислушиваться, уважать мнение друг друга, но это такой период, где, может быть, нам и не надо принимать сейчас решений, а просто вот учиться слушать один другого, а вместо того, чтобы принять решение, вот эту энергию, желание договориться, которые, ну, всегда люди, которые садятся, хотят что-то обсудить, они всегда приходят с созданием, что они хотят в результате договориться, подписать контракт какой-то, да, подписать какие-то совместные работы, там, ну, да. Ты сейчас знаешь, какую мысль натолкнул и которую прям очень хочется здесь проявить, что ни один человек не приходит к тебе конфликтовать. Да. То есть, то, что человек приходит и, например, начинает с тобой ругаться сразу же, это просто невозможность, ну, как бы, невозможность найти вот это, как бы, точки, но изначально он не приходит с тобой ругаться, правильно? То есть, изначальное намерение ему договориться, просто по-другому невозможно. Напряжение в этом периоде нам будут показывать собственную невозможность пойти навстречу другому человеку. То есть, это не про проблему того человека, а про то, что мы... Это всегда про нас. Это всегда про нас. Очень интересно. Ой, как. Знаешь, я подумала об этом, ну, смотри потом, если не надо. Я подумала об этом, знаешь, как вот общение с подростками, как мама подростков. Тут очень важно понять, что особенно у подростков такой период, тоже энергетический и духовный период развития, что ему очень важно выразить свое мнение. Даже если оно неправильное, но им важно, чтобы их услышали. И вот когда ты сидишь общаешься с подростком, это ужасно раздражает, потому что ты понимаешь, что они несут чушь какую-то. Вот реально, какую-то чушь иногда. Не все, но иногда прямо чушь какая-то несет, да? Мы просто с мужем иногда сидим, слушаем и ржем, потому что это смешно. Почему вы меня не слушаете? Все, 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 все. Мы серьезно, мы тебя слушаем. Просто это смешно. Но тут, понимаешь, тут тоже такой момент. Тоже идет, знаешь, как конфликт, напряжение. Да. Подросток хочет высказать свое мнение, ты хочешь ему сказать, что я понимаю тебя, но посмотри на это. И тут важно сказать, слушай, я принимаю то, что это твое мнение, но я могу не согласиться, но я уважаю твое мнение, потому что оно твое. Но пойми тоже, что я не обязан соглашаться с твоим мнением. То есть я не буду с тобой спорить, я не буду тебе противоречить, я уважаю тебя как человек, уважаю, что вот это твое мнение. Или я хочу тебе что-то сказать, ты не обязан принимать мое мнение, но как минимум ты можешь послушать меня, послушать мое мнение. Вот это вот как, да, вот про это тоже в разговоре, в конфликтах. И в принципе, вот такой подход, что дать возможность человеку проявиться, несмотря ни на что, да, то есть спокойно. Сразу человек уже успокоился. Ну подумай, да, вот если я подумаю о своей жизни, у меня были такие моменты в юности, когда я приходила, иногда тоже к мужу прихожу, начинаю что-то говорить, говорить, говорить. Да, да, я знаю, как бы, да, я тебя внимательно слушаю, я не понимаю о чем-то, но я тебя внимательно слушаю. И сразу же, знаешь, вся чушь, весь какой-то фон уходит и начинает проявляться какая-то вот, а я вообще-то хотела сказать тебе, что ты на этой неделе вообще на меня не обратил внимания. Это все вообще ерунда. Это вообще не важно было до этого. То есть иногда нам нужно быть принятыми, даже когда мы несем лютую ерунду. А мы иногда несем. А мы иногда несем лютую ерунду. И если, то есть, и когда человек нас принимает, когда мы несем лютую ерунду, когда человек нас принимает, это же ничего дороже этого нету. Потому что, когда мы правы, что нас принимать-то, Господи? Кто бы нас не принял, когда мы правы. А когда мы говорим полную ерунду, а человек нас принимает, это же так ценно. Да. И есть возможность сейчас быть тем самым человеком, который примет, когда другой несет лютую ерунду. Абсолютно. И если сейчас взять вот эту парадигму, если взять вот эту точку зрения, вот это взять как инструмент этого периода, то в принципе тебе конфликт, ну у тебя конфликтов не будет получается. И мы тогда после 8 ноября выходим такие розовенькие, классненькие. Да, потихонечку ситуация начнет успокаиваться, потихонечку. Я надеюсь, что больше и больше людей будут понимать о том, что ответственность за то, что происходит в мире, начинается с меня. Не потому, что мне нужно исправлять мир, а потому, что исправляя себя, то, что мы с тобой говорили в начале этого ролика, исправляя себя, я создаю вокруг себя такую энергетическую волну, которая будет захватывать людей вокруг, которые будут вовлекаться вот в эту мощную позитивную энергию. Я тоже хочу так. Я тоже хочу так. А почему ты, а как у тебя так получается? А расскажи. А что ты делаешь? А как ты себя балансируешь? А как ты позволяешь себе не реагировать на то, что происходит? Бог с ним, со всем этим миром. Ты в семье своей договорись. То есть, ну, получается так, не хам. То есть, ну, как бы, ну, с миром, ну, как-нибудь, ну, там, как-нибудь разберутся. Ты в семье своей договорись, с собой договорись, да, с друзьями своими договорись. Есть над чем работать. Фантастика. Спасибо тебе огромное. Я знаю, что у тебя сейчас, ну, такой график, что через него пробиться практически невозможно. А то, о чем ты сегодня поделился, это очень ценно. Я, ну, прям, я буду очень рад, если этот ролик увидит как можно больше человек. Вот. Я тоже. И будем смотреть комментарии, отвечать. Будем смотреть на комментарии, будем отвечать, насколько резонирует, насколько близко, насколько согласны, не согласны, есть ли чем дополнить. Подписывайтесь на канал, ждите новых роликов. Да, ставьте лайки. Мы продолжаем работать. А 25 октября встречаемся с тобой на ролике про Скорпиона. Скорпиона. Очень интересно. Наконец-то Скорпиона дождались. Наконец-то Скорпиона, да. Ну, там еще дождались, еще стрельцы дождались, еще кассироги, рыбы дождались. Все, спасибо большое. Субтитры подогнал «Симон»